Тейвит Тейвит предлагает и массу полезной информации о самых разных формах обучения. Стационарные, дистанционные, без отрыва от работы и так далее. Но различные мастерские и мастер-классы дают их участникам четкое представление о том, стоит ли связывать свое будущее с тем или иным университетом, той или иной профессией, либо организацией. Это традиция в Эстонии, это дает информацию, это дает тебе возможность посмотреть, какие выборы у тебя есть, ну и больше. Когда это начало несколько лет назад, это было больше, что получила на бумаге информацию. Сейчас уже можно дрогать, можно кусать, можно попробовать разные вещи. И тогда уже Польша имеет в виду, что этот и этот, возможно, школа или университет или что-то дает тебе возможности. За годы существования ярмарки ее посетили уже около 200 тысяч человек, жаждущих определиться со своим будущим. Не стал исключением и нынешний Тейвит, на котором школы, образовательные учреждения, а также недоходные организации, работающие в определенных сферах, помогают молодым людям с легкостью разобраться, где найти интересующие именно их профессии. Здесь есть островки с учебными заведениями и специалистами из социальной сферы. Есть остров для тех, кто хочет стать спасателем или найти себя, например, в медицине. Причем есть у Тейвитой и свои традиции. О многих плюсах того или иного учебного заведения рассказывают гостям ярмарки сами учащиеся. Здесь более 100 организаций, которые представляют свои сферы деятельности. Молодежные организации, государственные учреждения, высшие школы и профтехучилища. За спиной меня есть и фирма, организованные учащимися. Словом, здесь собралась очень пестрая компания. И это очень важно, ведь посетители могут не только получить подробную информацию, но и, образно говоря, потрогать все своими руками. Ну а побеседовать со специалистами по карьере и пройти тестирование, чтобы понять, в какой сфере вы сможете лучше всего себя реализовать, можно будет и завтра, когда ярмарка Тейвит вновь распахнет свои двери для молодых людей, которые хотят заглянуть в свое будущее.